Член Совета Федерации Ольга Старостина провела рабочую встречу с региональным штабом юной армии. Мероприятие прошло в рамках налаживания взаимодействия власти с молодым движением. Юная армия в России с каждым годом набирает популярность. В Ненецком округе движение появилось сравнительно недавно, три года назад, но уже насчитывает более 200 человек. Юные новобранцы проводят активную работу в поисках пропавших людей, занимаются волонтерством, несут вахты памяти, участвуют в различных мероприятиях не только на региональном, но и всероссийском уровне. На встрече с подробным докладом о проделанной работе выступил начальник регионального штаба юной армии. Данила Хмаренко поделился планами на будущее. Одно из самых главных мероприятий у нас – это планируется Парад Победы. В прошлом году есть у нас шла коробка 24 человека. В этом году мы планируем уже порядка 40. Постепенно, постепенно с меру по нитке, я думаю, что мы войдем в одну из самых больших коробок в городе. На очной встрече встал вопрос о предоставлении помещения для штаба юной армии. Ольга Старостина пообещала решить данную проблему в кратчайшие сроки. По ее словам, такое значимое движение нужно поддерживать. Такое движение, как юной армия, очень будет способствовать тому, чтобы ребята выходили из таких ситуаций. А то у нас очень много теперь планшетов, телефонов, компьютеров. Вот это очень сильно привлекает ребят, молодежь. Их надо оттуда, конечно, доставать, вытаскивать оттуда. То, что вы сегодня делаете, это очень большое и полезное дело. Я думаю, уверена, просто уверена, что будет очень хороший и положительный результат. Вы сегодня пример той молодежи, которая у нас есть. И мне очень приятно, что у нас девочки участвуют в этом движении. По окончании встречи начальник регионального штаба презентовал Ольге Старостиной знамя и нашивку юной армии. Напомним, что движение юной армейцев появилось при поддержке президента Владимира Путина. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.